Ольга Самойлова работает учителем начальных классов в своей родной школе номер 14 уже 37 лет. За эти годы она воспитала несколько сотен патриотов города-героя Севастополя. Четверть века педагог преподает историю своего родного края школьникам с первого по четвёртый класс. А началось всё 25 лет назад, когда Ольга Самойлова в числе других учителей и воспитателей детсадов прослушала лекции по истории нашего города, которые проводила Екатерина Алтабаева, автор курса «Севастополеведение». Если кто-то знаком с Екатериной Борисовной, то понимает, что без очарования от её личности, от её любви к городу невозможно устоять. И получается личное восприятие сначала человека, а потом, конечно же, и всего того, что она говорит. Очень захотелось быть рядом, очень захотелось прочувствовать так же всё, что чувствует она. И увлекла она нас. Творческая группа образовалась учителей. Творческая группа учителей загорелась желанием рассказывать севастопольским детям настоящую героическую и увлекательную историю города-героя. За плечами Ольги Атарьевны грандиозная работа по созданию учебного пособия по курсу «Севастополеведение». В 2010 году вышли в свет шесть рабочих тетради по этому предмету для ребят с первого по четвёртый класс. В каждой из них в доступной игровой форме даны исторические сведения о событиях, выдающихся личностях и памятниках Севастополя. К сожалению, учебники истории освещали не совсем правдивую информацию. Собрались инициативные, неравнодушные люди во главе с Екатерином Борисовым Алтабаевым, Алексеем Михайловичем Чалым. И пытались мы все вместе донести до родителей, детей, жителей Севастополя правдивую историю нашего города, нашего края и великих событий, которые произошли. И чтобы звание города-героя сияла, и звезда города-героя сияла. И чтобы каждый мог сказать, честь имею жить в Севастополе. Воспитанники Ольги Самойловой так с гордостью и говорят. А еще рассказывают остальным о славной истории Севастополя. Я уверена, что проходя мимо памятников каких-то интересных сооружений нашего города, они не только видят сам памятник, они уже могут рассказать о истории его создания или о том замечательном человеке, кому этот памятник или историческое какое-то сооружение посвящены. И это очень приятно, потому что многие родители узнают вместе с ребятами какие-то более глубокие сведения об истории городов. Ольга Атариевна с гордостью рассказывает об успехах своих учеников, о ее достижениями. Гордится автор курса «Севастополеведение» Екатерина Алтабаева, представляющая город-герой в Совете Федерации. В результате ее многолетнего труда, историю и культуру родного края изучают ученики всех школ Севастополя. Ольга Самойлова, вдохновленная любовью городу-герою, победила в третьем всероссийском конкурсе краеведов, представив свою методику преподавания на федеральном уровне. Действительно, итог большой самосовершенствования, саморазвития, потому что Ольга Атаревна этим занимается на протяжении многих лет. Я бы очень хотела, конечно, чтобы такая работа продолжилась и чтобы к Ольге Атаревне присоединились другие коллеги, потому что у нас много очень творческих, талантливых, очень интересных педагогов, которые работают как в начальной школе, так и в средней школе, и старшей. Одна из главных наград для Ольги Самойловой – знакомство с лучшими краеведами из разных регионов России – взаимообмен опытом. Общаясь с коллегами из других субъектов Российской Федерации, они, конечно, узнавали нечто новое по вот такому направлению, как краеведческая работа в школе. И применить этот опыт, ну, сам Бог велел, и я полагаю, что это такой очень полезный взаимообмен, он даст, безусловно, результаты. Так что еще раз Севастополь звучит как город, в котором любят свою историю, занимаются изучением своей истории, и главное, что передают свои знания ребятам. Передавать знания из славной истории Севастополя недостаточно для воспитания патриотизма в юных сердцах, считает победитель Всероссийского конкурса краеведов Ольга Самойлова. Важно постепенно воспитывать уважение к жителям города, любовь к природе, гордость за героическое прошлое.